здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 1 апреля 2021 года день дурака сказка ложь давний намек добрым молодцам урок продолжаем тему исследования тайны библиотеки ивана грозного исходя из между строчья доклада сергея александровича танеева александру 3 спонсоры этого фильма елена и сталина лариса александровна б любовь владимировна п благодарность за канал татьяна васильевна к благодарю за редкие книги конца 19 века галину юрьевну александрову иру михайловну иванову из москвы людмилу хрома из великобритании доклад танеева александру третьему третья часть сквозь строки всех доношениях имеется чертежная карта что тщательно провисовано от старого кремля как в солнечный день летнего солнцестояния в високосный год падал от тайницкой башни от слова тайна через малой церкви что стоят у реки неглинная и прямым солнечным светом указывают на пуп от которого шли три дороги одна из них вела тайные сокровища где был старые кремли тайницкая башня и малой церкви високосный год в день летнего солнцестояния летнее солнцестояние 21 22 июня кто-то из зрителей предположил что понятно теперь зачем наполеон шел на москву а ведь и правда 1812 год был високосный и пошел то 21 июня но по старому стилю а здесь ему напутали надо было уже в москве находиться в день летнего солнцестояния а не поход начинать тоже искал сокровища ивана грозного и также как екатерина вторая со злости от того что ничего не нашел разграбил город и спалил кремль и города еще чтобы знать направление луча надо понимать что ось четко на том же месте надо знать точное расположение старой тайницкой башни и линии через малой церкви если все эти поиски происходят после первой большой катастрофы в конце 18 века когда ось сдвинулась на 23 градуса то смысла искать по этим признакам нет никакого бесполезно еще указание на какой-то пуп что стоят у реки неглинная и прямым солнечным светом указывают на пуп от которого шли три дороги одна из них вела в тайное сокровище вот это про москву про пуп я встречаю впервые и можно было бы отмахнуться на меня что-то удерживает почему потому что когда я еще разбирала сами письма в первом фильме и прочла о том что библиотеку сохранил фома отец софии палеолог бабушки ивана грозного библиотека досталась от птолемея 2 филадельфийского а он жил в египте кстати птолемей 2 не было рабом был эллином и в недавних работах мы с вами увидели что северная африка говорила по-русски что топомимика северной африки египта а также ближних палестины сирии наполнена русскими названиями или близко к родственно звучащим словам а племена берберов это белые люди светлоглазые вылитые русичи многие из вас подтвердили в комментариях что бывали в северной африке и португалии и ощущение что это русские люди и язык по звучанию по очень похож на русский издалека давайте поиграем в расшифровку слов вижу что многим нравится разгадывать эти ребусы вы дополняйте мои разгадки а кто-то дает свои неожиданное решение расшифруем слово филадельфийский раскладывается на фила или фил и а как переходный звук и дельфийский мы знаем есть филадельфия в америке и вот поиски информации рассказывают нам что филадельфы оказывается тайные общества правда их датируют концом 18 начала 19 века и призваны они были бороться с наполеоном как интересно уже само название общества филадельфы свидетельствует о влиянии масонов так говорит словарь брауза и эфрона еще филадельфийский означает любящий сестру то есть кровосмешение это именно относилась к толемею второму о котором речь шла в письмах танеева однако в следующем фильме мы узнаем об толеме втором филадельфийском намного больше как о выдающемся человеке я полагаю что его брак с сестрой был политическим ходом детей общих не было был сын сестры у другого мужчины которого воспитывали как общего сына так что скорее всего птолемей 2 филадельфийский не замешан каких-то непристойностях на мой взгляд филадельфий в америке это название какого-то братолюбивого общества или военной общины и значение фил по словарям трактуется как любящий филантроп филателист славяна фил и так далее тогда слово дельф что означать должно означать сестру проверим есть слово дельфия означает древнегреческое имя филадельфия любящий дельфию но сестру птолемея звали не дельфия арсеноя 2 а еще есть значение дельфия как дельфия технологии получения информации о человеке на основе анализа движения глаз это нейро лингвинистический уровень программирования следующего класса и совсем другой смысл получается вот в темные коридоры кроличьей норы нет сегодня 1 апреля многие профессиональные лингвисты с возмущением мне пишут что мои расшифровки непрофессиональные чушь и бред бред бери да не спорю непрофессиональные и чушь и бред и чушь и бред городим а почему это вас так волнует господа и народцы если вы уверены в своей правоте и в своих знаниях о нашей речи мы не должны так эмоционально реагировать на дилетантов а мы проверяем все корневые звуки своей не ваши родной речи во вселенной как оказалось это имеет значение и мы продолжим игру есть слово дельф по одной из легенд древнегреческой мифологии герой сын аполлона и келена либо аполлона и фии либо аполлона и милена его именем назван город дельфия видите как у них меняются и буквы к нам и и наоборот а также варианты имен какая разница от кого родился от полон от какой женщины келены фии или милены птолемей 2 филадельфия любящий сестру вопрос когда жил птолемей 2 царь египта по официальной версии сын птолемея 1 и береники 1 царь египта 285-246 годов до нашей эры а родился он 308 году до нашей эры танеев пишет свитки же из александрийской библиотеки достались от египетского царя птолемея 2 филадельфийского спас сии сокровища фома живший в 1465 году отец софии палеолог куи был младшим сыном последнего византийского императора то что сокровище передано от одного царя другому из царского рода младшему сыну последнего византийского императора мне интересно само название византия виза визит визирь он же по-нашему министр иностранных дел виза антия транзитная зона что вообще происходило здесь к тому же птолемей 2 возможно жил в 13 веке говорит то что фома отец зои а впоследствии софи палеолог стал владельцем библиотеке и никакой цепочки связи от птолемея 2 филадельфийского который жил 300 лет до нашей эры это 1755 лет до фомы не прослеживается если эти даты имели место быть то кто хранил библиотеку птолемеев птолемей 2 был известен тем что при нем сооружен александрийский маяк одно из чудес света и просуществовал маяк его руины просуществовали до 1494 года то есть при фоне этот маяк еще мог быть цел ну как возможность как вариант хотя считается что он уже был руинирован 1303 году от землетрясения а может быть не был руинирован или насколько он был руинирован но он дожил то есть его можно было видеть лицезреть еще фома и софи палеолог могли его застать представляете а построил это якобы птолемей 2 филадельфийский который жил за 1700 лет до этого то есть что александрийский маяк простояла 1700 лет хотя официальная версия относят его до нашей эры как и годы жизни птолемея второе подтверждение того что северная африка говорила по-русски это сохранившаяся мозаика с этого александрийского маяка где черном по светло-бежевому выложена о остров фарс или фарос русским не латинскими буквами и там кстати присутствует буква f считалось что буквы f в русском словаре не было что было вместо в место ф звука ф и х в говорилось а здесь четко ф написанное мы четко читаем по-русски если это не 15 век то 300 лет до нашей эры в том числе и александр македонский говорили и писали по-русски а еще в крыму есть свой фарос или фарос к слову да еще момент на картинке этой мозаики великаны строят александрийский маяк вот сразу не обращаешь внимание потом рассматриваешь и видишь такие нюансы какие люди были был ли палеологи или птолемея великанами или александр македонский а может быть и иван грозный мы же ничего о них не знаем но продолжим следующий момент существует город дельфы так вот в этих дельфах есть пуп земли немного ли совпадений есть еще свой пуп в иерусалиме когда это была палестина и вот в записке танеева мы узнаем еще и о московском пупе а что если эти пупы были какими-либо центрами связи или портаций в любом случае докладе танеева опять же как само собой разумеющиеся говорится про некий пуп московский от которого ведут три дороги по одной из которых увезены сокровища это точно вот в сторону от сокровищ так как их никуда не увозили но давайте на будущее запомним про этот некий московский пуп я с этим сталкиваюсь впервые и мне интересно что на самом деле это означает и где местоположение этого московского пупа и так зачем екатерина под номером 2 уничтожила кремль а затем заставила баженного масона восстанавливать ну по официальной версии но кремль то был белокаменный а впоследствии стал красно-кирпичный за последние годы археологи при раскопках на территории кремля натыкаются на фундаменты зданий совсем не тех не там которые указаны у них на картах об этом много было новостных сюжетов за последние годы значит на сегодняшний момент на март-апрель 2021 года мы можем совершенно однозначно заявить что нам представляют не исторические кремли и карты-планы а новодел и потасованы еще в 19 веке карты и планы кремля древний кремль таковым не является утро красит нежным цветом стены древнего кремля красиво поется но не соответствует истине не древнего кремля а новодела 19 века наполеон также шел на москву зачем множество раз мы все задаемся вопросом масса вариантов на эту тему уже есть а вот сокровища которые убирают в себя тайны трех цивилизаций а может еще что покруче вот ради этого стоило рискнуть и наполеон пошел в поход на россию на русь на москву в день летнего солнцестояния и в високосный год и ведь пришел зараза не без помощи кутузова и барклая дитали и пытался таки подорвать кремль а потом говорят ушел подземным ходом под москвой рекой еще искал новодевичьем монастыре что-то и опять пусто а может нет ведь и по сей день многие ищут уже клады наполеона который он вывозил якобы из москвы может что-то нашел оставим эти вопросы времени пока не возвращаюсь к письму танеева потянула кролича на раз мыслов и образов и опять возникают мысли о пупе поскольку пуп этот центр недаром выражение пуп земли как к важному возомнившему слишком много себе чиновнику а что если захват планеты начался именно с этих пупов центров управления пупы могли быть порталами вселенскими переходами еще у инков есть кажется пуп я сейчас немного пофантазирую могли ли быть именно астрономическими центрами эти пупы возможно это триумфальные арки как вариант разберу-ка я это слово триумфал триумфал три понятно ум тоже по ожиговую способность мыслить а слова fall нет есть фаал темное пустынное место а пуп земли в эльфах называется омфал пожалуйста еще одно совпадение разберем слово арка арка моих фильмах вы не раз встречали перевод слогов и разбор слов итак у меня слог к это черный как слове кара это черный свет где к черный соответственно ара этот свет ар это черная земля трактуется у нас до сих пор это входят смыслы ар-гект-ар звук а иногда переходит в о и получается ор орда 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 мир г-арда отсюда города города пахарь пахарь пахать ары ар это земля логично тогда что получается арка это черная земля черное двойное черное похоже указание на портал на космическое астрономическое назначение этих конструкций триумфальных арок есть еще такое объяснение что триумфальные арки создана для того что когда войска идут на войну и проходят через эти арки или когда победители после войны войска идут и проходят через арки они очищают свои души от смертей убиенных ими но что-то в этом есть и смысл в общем-то перекликается а если мы прочтем слова арка наоборот то получится акра то есть белый свет и акры акры земли заземление и переход определенно портал один на тот цвет черный другой на этот белый это какой стороной пройдешь подаркой так что к нам в наш белый свет вполне могли просочиться через триумфальные арки всякая нечисть имея ключи доступа а слово пуп предполагаю пришло в слово папа лингвисты спокойно появился папа папа римский главные на земле после бога пуп земли логично но это не я придумала что римский папа это самый главный человек на земле 1 после бога но это пуп земли 1 после бога то есть самое главное но не я это придумала сам папа римский это придумал и они это все поддерживают что они 1 после бога еще что связано со словом пуп пупок связан с пуповиной а пуповина с материнским телом могли пупы на земле иметь связь с материнским телом некой матрицей буквально землей с планетой обращаю ваше внимание на это слово сейчас очень много негативного связывают со словом матрица последующих работах исследованиях буду это пояснять хорошо это или плохо слова матрица или в каком случае хорошо а в каком плохо и так у нас появился пуп земли папа римский который сам себя назначил наместником боба нас бога на земле это у христиан католиков крестоносцев так самозванец короче все захватчики пираты самозванцы возможно эти ребята прибыли через арки или пупы земли и должны были иметь высочайшие технологии и знания ключи доступа ключи для захвата музей 1812 года на манежной площади в москве очень много экспонатов ключей от захваченных городов наполеоном напомню москва свой ключ наполеону не отдала напрасно ждал наполеон последним счастьем упоенный москвы колено преклоненный с ключами старого кремля старого кремля нет не пошла москва моя к нему с повинной головою не праздник не приемный дар она готовила пожар несерпеливому герою александр сергеевич пушкин на уровне символов это означает что наполеон код москвы не вскрыл птолемии 2 филадельфийский который имел огромную библиотеку знаменитую александрийскую это он собирал которая частично оказалась у фомы отца софии палеолог бабушки ивана грозного которые затем ставят сокровищницами ивана грозного птолемей жил в египте и таки туда тоже пошел наполеон не слишком ли много совпадений в секунду 4 момент танеев пишет в 1724 году за год до смерти петра 1 с одобрение сената сокровища пытался найти диакон церкви иоанна предтечи на пресне осипов что это тайна была завещана от умершего диака василия макарева но диак осипов так все запутал со злого умысла или во благо то неясно но было точно дознать что он с умыслом сокрыл сведения о раскопках зато и был наказан петром первым вот однако в приписке очень странная опечатка с датой 1863 года как это соотносится с временем петра первого это возможно говорит о том что записка была частично фальсифицирована или вообще фальсифицирована но дело в том что данные то библиотеки они в общем то не только в этой записке докладной прослеживаются я впоследствии более подробно расскажу об этих поисках это не только танеев об этом писал и так следуя этому докладу танеева и петр первый искал и пытал даже диака но то запутал следствие и петр ничего не нашел и не узнал даже близко петр первый не был посвящен не был наследником сокровищ правоприемником наследником правопродолжателям не был это самозванцы пятый момент иоанн грозный берег библиотеку от глаз своих вельмож и митрополита филиппа второго в миру федор степанович калычев филипп московский поскольку все бесценные данные об истории мира и сотворение людей и что имелись всех фолиантах собирались многими императорами восточной римской империи и последними египетскими царями и подрывали общественные основы прежде всего для нашей христианской церкви обратите внимание танеев пишет не русской православной церкви о нашей христианской церкви а христианская церковь полагаю это католики с папой римским во главе и они реально боятся той информации что есть флиантах а сотворение мира и людей потому что это подорвет основы их церкви не более не менее а это уже посерьезней чем золото бриллианты вот почему поиск ведется это главная причина крестовых походов на москву я полагаю непременно нужно захватить москву чтобы там опять порыться в подземельях иван грозный берег знания сотворение мира и людей так как у нас есть ветхий завет о сотворении мира и людей которые от адама и евы пролили первую жену адама как-то забыли ну ладно что имелось ввиду во фразе о сотворении людей похоже то не в курсе другой истории как и александра 3 поскольку то не именно предупреждает управляющего колонии под названием российской империи об угрозе этих знаний если они вскроются ну прям как грех сегодня что имеют ввиду танеев и александр 3 подумаем о сотворении людей то что лаборатории клонирования и к еще варианты секретами этими занимались жрецы и цари египта последние цари египта пишет танеев то есть птолемей второй птолемей второй филадельфийский точно был в курсе раз он упомянут в этом письме людей могли создавать выводить искусственно непорочное зачатие это подрывало основы христианской католической церкви и ветхого завета или это какие-то искусственные гибриды звера люди птицы люди рыбы люди амфибия русалки или гермафродиты все это имело место быть получается и возможно легенды людей о встрече с такими персонажами в 19 веке с русалками имели место быть а великаны а люди трехметровые жили совсем недавно мы застали их жилища многие наши сограждане живут в их домах с высоченными потолками высоченными дверями если людей сотворяли иначе тем чем адама и его адама не из глины а его не из ребра дама то конечно это подрывает основы ветхого завета теперь еще одно совпадение письмо датируется 1882 годом а чуть ранее напечатана библия на русском языке в российской империи справка окончательный текст всей библии полностью имеется ввиду новый ветхий завет на русском языке вышел в 1876 году его подготовкой занималась российское библейское общество которые вошли многие ведущие преподаватели духовных академий и богословы страны святитель феофан затворник один из ярких и глубоких богословов нашей церкви он не критиковал сам факт перевода но отмечал что за основу перевода ветхого завета была взята не септуагин так как в случае с церковно-славянским текстом а еврейская библия которая во многих местах отличается древнегреческой это не я придумала так написано википедия у нас перевод с еврейской библии нам трактуют все наши так сказать православники они изучают еврейский перевод перевод синодальный это по официальным сведениям является переводом с еврейского языка который отличался от греческого перевода ветхого завета так вот она чё михалыч отслеживайте новые даты новой оккупации по идеологии по первому приоритету генерал петров в помощь первый приоритет мировоззренческий хочешь победить врага воспитая его детей под соусом православной византии народом руси втюхали еврейскую библию и это все при александре третьем значит с александра третьего начинается активная обработка новым мировоззрением захваченных территорий вот поэтому ищут библиотеку ивана грозного чтобы уничтожить знания и сегодня нам предлагают те же старые грабли библейский сюжет синодальный перевод и монархию что видно невооруженным глазом то есть те же ребята и та же публика рвется к власти что и в конце 19 века так немцы говорят 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 так немцы говорят